Казанский университет Казанский юлбарсы Казанского федерального университета И Гагарин Комментировать сегодня этот матч для вас буду я, Артем Князев И я, Данил Хуснудинов Отлично, вот прямо сейчас так и потихонечку будем начинать Совсем скоро уже хоккеисты и команды выйдут на лед А пока мы можем видеть Там уже объявляют стартовые составы Так, ну да, давайте, у нас есть Нариман Волков Это состав команды Гагарин Давайте тогда объявим Это вратарь Нариман Волков, 78-й номер Вот как раз сейчас появляется команда на сцене С первой пятерки сегодня заявленной Максим Дубков, 69-й Капитан команды, нападающий Защитник Алексей Красильников, 37-й номер 55-й номер Анис Мухамедзянов, также защитник Нападающий Альберт Минахметов, 26-й И еще один нападающий, 11-й номер Артемьев Дмитрий, является ассистентом капитана А сам капитан, тоже защитник первой пары Это Салиев Дамир, он играет под 14-м номером Тройка нападения, это центральный нападающий Гаркин Леонид И пара крайних, это Хафизов Марат, он под 77-м номером И Бегтимиров Рафаэль, тоже 44-й номер Тоже, соответственно, нападающий Да, но мы как видим, что команда в полном Практически, да, составе выходит на сцену На всякий случай есть запасной вратарь Где-то у меня была информация, да Это будет у нас Ранис Садреев Это у Елбарсов вратарь на запасных И у Гагарина пока не вижу Есть запасной вратарь Они два под 78-м номером играют Как мы можем видеть Хорошо, так, ну суди А суди кто, хочется спросить? Они есть, все хорошо И зрители видят, что два основных судей на поле Прямо сейчас на ледовой арене Ну, я так думаю, сейчас вступительное слово И совсем скоро начнется Начнется эта ледовая битва Схлестнуться для сильной команды Веку из-за того, что мы можем видеть 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 Павловская Академия Спасибо, что предоставили нам возможность нашим командам здесь отпраздновать наш праздник на этом прекрасном льду. Благодарю полную команду Банка Акбарс, с которой мы давно уже и плодотворно сотрудничаем. И сегодня встречаемся как соперники на площадке здесь, в этом прекрасном ледовом дворце. Хотя все наши помосы всегда шли вместе и мы реализовали огромное количество разного уровнях проектов вместе. Будь то в области экономики, поддержки предпринимательства, поддержки различных социальных программ. Спорт помог нам как университету сформировать нашу общую культуру, корпоративную культуру университета. Поскольку наравне с образованием, с исследовательскими проектами, воспитательную работу, физкультурную, спортивную работу мы считаем тоже как одну из основных. Банка Акбарс 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 Банк Акбарс случае можно с 215-летием-то Казанский федеральный университет поздравить, пожелать успехов и процветания, конечно же, новых кадров. А я в свою очередь присоединяюсь к поздравлениям. Ну и давайте начнем. Судьи здесь. Первое вбрасывание выиграла команда Гагарина. Но юлбарсы играют достаточно высокий прессинг. Прорывается 92 номер команды Гагарина. Это Трошин Дмитрий. Вратарь парировал. У нас пока сразу же Гагарин полетел в атаку. Ну так и надо, так и надо, потому что с первых минут надо заявить, показать характер. Второе вбрасывание тоже за Гагарином. За воротами. Ох, как отборолся. Опасный момент. Потому что да. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опасный момент у юлбарсов. Нет, нет, нет. Ну, защитник. Ага. Как он там разобрался? Десятый номер команды юлбарсов это был... Это Леонид Гаркин. Леонид Гаркин. Нападающий. Так, мы видим, что замена, да? Уже... Сразу лихо меняют пятерку. Да, это уже вторая пятерка вышла. Так, у Гагарина 27-й вышел. Это Тимур Раимов. Не всех успел рассмотреть. Сейчас посмотрим, кто еще показал. Так, сразу, неожиданно поменялись. У юлбарсов произошла полная смена пятерки сейчас. Ты что, всю пятерку смели? Это руководитель команды, кстати, тренер Ливанов Алексей Николаевич сегодня с нами. И теперь пара защитников. Хабибуллин, Розиль. И зацепен Дмитрий у юлбарсов на поле. Но мы видим, да, Гагарин пока владеет шайбой больше. А вот я отговорил, не надо так сразу было. Опасный соперник в любом случае. О, вратарь на месте. Контрадаку бежит, нет? Прорывается по центру. Хлесткий бросок достаточно вышел. Вторая пятерка у юлбарсов еще пока не поменялась. А тем временем почти три минуты первого периода уже прошли. Вот и вратарь в игре. Ага. Так, ну сейчас уже Гагарин, да? Нет, сейчас шайба, шайба. Два в два. И снова юлбарсов. Как прорывается по флангу. Ай, опасно! Шайба покинула пределы поля. Будет в брасне в вороте. Немножко понервничал Нариман Волков. Сейчас вратарь команды Гагарин. 78-й номер. Очередное сбрасывание. Так. Мне показалось, центральный нападающий команды Гагарин выиграл, но как-то выиграл на юлбарсов прям. Он так было задумано просто, видимо. Но пока 0-0. Ждем, кто же откроет счет. И пока очень так, я бы сказал, суровенько идем. А тем временем у юлбарсов уже третье звено вышло. Как они быстро меняются? Они что-то так устают или что? Короткие смены? Мне кажется, это все просто Алексей Николаевич Ливанов. Установка тренера. Задумка такая, да. Запутать соперника просто. Многоликость. Короткие смены, почему бы и нет. Ага. Хорошо прессингует команда юлбарсов. Даже если как-то теряют шайбу, сразу же в отбор бегут. Волнуются, волнуются болельщики. Ой-ой-ой. Пошли в клюшки в бой. Пошли просто. Свисток. Клюшки трещат уже. А это, мне кажется, удаление. Так. Да, на две минуты удаляется. Это игрок команды Гагарин. 29-й. Это Алексеев Андрей. Как мне показалось, удар клюшкой. Ну что ж, первое большинство. Как им распорядится команда юлбарсов, мы сейчас посмотрим. На синей линии один капитан. Всю зону защищает. Ну, капитан ему положено. Так, но пока как-то вот... Ну как-то не удается... Нет, но чувствуется напор, желание забить и прям вот этот прорыв. Но вот что-то прям не получается. Я вижу, что вот... Ну все, удалось расставиться. Наброс. Юлбарсы пытаются пройти на линию. Опа! Было близко, по-моему, с обратной стороны шортнуло сетку. И снова шайба у юлбарсов. Опасно как. Так, пошла в атаку. Нет, не успевает, не успевает. Смотри, в меньшинстве атакуют. Серьезная команда. Ну, юлбарсы, да, удаление было. Но сейчас посмотрим, что из этого получится. Пока, конечно, Гагарин немножечко пытается прессовать. Но юлбарсы все-таки проводят контратаку. Смотри, сейчас и так. Хороший какой пас. Передача нет. Нет, зафиксировал. Будет вбрасывание в районе ворот Волкова-Наримана. Колексиев-Аны. Шайба в игре. Итак, начинаем. Удастся ли сейчас встать в позиционную атаку? Я не знаю, но что-то опасно, опасно. Потому что у нас... Будет бросать? Нет, решает. Да верно разыгрывают. Нет, снова не удается юлбарсам. Вратарь действовал очень уверенно. Скажем прямо. А тем временем большинство юлбарсов осталось. Теряет, теряет, теряет шайбу. Меньше половины минуты осталось. Но пока 0-0 по-прежнему, да. Ты думаешь, меньше половины, а не 7... Мне кажется, восьмая минута пошла. Нет, я меньше половины, говорю, большинства осталось. Юлбарсов как раз остановка игры. Сейчас выйдет оштрафованный ранее Андрей Алексеев. Не удалось использовать первое численное преимущество матча. Все, команда Гагарина в полном составе. Ну, посмотрим, удастся ли дожать и хотя бы открыть счет команде юлбарсов. Ну, прям опасных моментов не было. Ну, знаешь, пока первый период, я думаю, разминаются игроки. Все-таки надо притереться друг к другу. Надо посмотреть, почувствовать. Так, нет, нет, нет. Показалось. Просто опасный момент был. Можно сказать, первый в матче. Пока у ворот Гагарин крутится, точнее, это наш юлбарс, у ворот юлбарса крутится Гагарин. И вот обратно. Нет, нет, нет. Пока ничего не получается, надо заметить. Пока, как ни старается ни та, ни другая команда, не удается открыть счет. Пытается прессинговать, но безуспешно. А тем временем уже почти экватор периода. 10 минут отыграно. Очередная контратака от юлбарсов. Марат Хафизов сейчас только что передавал шайбу, но безуспешно. Идем дальше. Что же у нас там? Ох, какой хлесткий бросок получился. Не видел кого. Я думаю, сегодня вот Нариман Волков, вратарь команды Гагарин, чуть-чуть начинает нервничать. Ну, работы, как мне показалось, за первые 10 минут у него больше, чем у его визави путинцева Руслана. Да, я вижу, практически, он даже скучает, вот видите, спокойно стоит и особо не напрягается сегодня. Но это пока первый период наполнил, все еще может поменяться. Ох, как разобрался хорошо. Красивая передача. Будет ли 1 на 1 и... Нет, не удается, не удается забить. Как-то защитник хотел очистить зону, но... Еще удар. Аккуратнее, нервничает, нервничает. Вратарь опять Нариман Волков на месте. Тимур Аимов, 27 номер. Защитник команды Гагарин. Что, будет сбрасывание? Очередное. Да, у ворот Гагарина сбрасывание. Упустили они шайбу из зоны. Но они, в смысле, юлбарсы. Отобрали Гагарин. Ой-ой-ой, так-так-так. Нападающий Гагарина не успеет за этой шайбой. Защитник его опередил. Какая неточная передача. Прям на клюшку, 26 номеру, это... Минахметов, Альберт, если ты про Гагарина. Да, про Гагарина. Нападающий Минахметов, Альберт Минахметов, 26 номер. Сборная команды Гагарин. Отборолся как? Будет бросать? Нет. Решил обыграть. Нет, нет, нет. Но Волков на месте. Не удалось закрыть зону у 16 номера. Юлбарсов. А у нас очередная остановка игры. Сбрасывание у ворот Юлбарсов. Выиграли опять Гагарин. И снова-снова пытается команда... Ну что, ну что, нет, нет. Далеко упустил шайбу. Не успевал он за ней. Заставляет понервничать, если честно. Посмотрите сейчас, что делает. Ах, нет, нет, нет. Будет бросать. Какой мощный бросок получился. Мощный, да. Но пока... Но вратарь-то на месте. Конечно, на месте. Это же Нариман Волков. Куда он денется? Вратарь. Сборная команды Гагарин. Много у него работы. Почему я говорю сборная? Она же просто команда. За неполные 14 минут, по-моему, бросков... Броска 4 уже отразил. Я говорю, пока Руслан Путинцев немножечко так отдыхает. Немножечко. Но мы подождем. Может быть, копит силу. Потом... Так, так, так. Опасно. Ух, как сейчас клюшками-то мы вверх пошли. Опасно, а? Первый гол! Есть! Юлбарсы забивают первый гол. Хорошая такая комбинационная атака. И за ворот выехал. И... Не смог Нариман Волков, конечно, поймать шайбу. Есть! Открыли счет и... И, по-моему, это был... Кто забил? Давайте узнаем. 15-й номер, как мне показалось. 15-й номер. Уж не ли Тимур Кадыров ли, нападающий с сборной... С командой Юлбарсов забил. Сейчас узнаем. На 14-й минуте распечатали все-таки... 1-0, 1-0. Казанские Юлбарсы открыли счет. И, по всей видимости, они не собираются останавливаться. Сразу полетели забивать вторую. Ну, все-таки это когда-нибудь должно было случиться, потому что столько было атак, и пробросов туда прямо вот... Бросков, ворота... И в большинстве 2 минуты отыграли. Конечно, да. Надо, надо, надо. Еще один гол бы хотелось, конечно. Посмотрим. Опа! Сносит ворота. Аккуратненько. Симур Кадыров, 15-й номер нападающий Казанских Юлбарсов, открыл счет в этом матче. Номинально он, кстати, в третьей пятерке только. Ну, ты же видел, как Алексей Николаевич Леонов, Ливанов поменял всех. Он знал, знал просто. Поэтому это был такой... Заявлена была первая пятерка, а потом поменял на Кадырова, и все, сразу первый гол, и счет открыт. Но мы продолжаем смотреть. Чуть меньше 5 минут остается до... Да почему 5, кстати? 23 минуты заявлено грязными. Чуть больше 7 минут осталось в первом периоде играть. И снова Гагарин пытается атаковать. Убегают они в контратаку, но там уже вернулись. Не удалось ему уйти в 2 в 2. Передача не получилась, да? Ага. Очередная смена у команд. Сменились пятерки на более свежие. Ну что, наверное, хотят показать новую игру, хотят отыграться. Команда Гагарин, конечно же, мечтает сравнять хотя бы счет, но Юлбарс, мне кажется... Юлбарс в очередь хотят... Продолжат, продолжат прессинговать. Хотят забить гол. Поднята вверх судья арбитра. Это, мне кажется, была опасная игра высокоподнятой клюшкой со стороны игрока Гагарина. Судьи сейчас пытаются разобраться, в чем же дело произошло. Нет, они пытаются понять, есть ли кровь на лице. Если есть кровь, то это будет 4 минуты. Или 5 плюс 20, смотря какой силы был удар. Напомню, в сегодняшнем матче время останавливаться не будет. Идет все грязными. 23 минуты заявлено. Первый период идет. И пока 1-0. Юлбарс опережает Гагарин. В сбрасывание в ворот Гагарина. Три минуты. А... Альберт Минахметов. Так. Фазлиев Рустам наказан на 6 минут аж. Ой-ой-ой-ой-ой. Все-таки, видимо, получил рассечение игрок Юлбарсов. Что покаживает судья? Произойдет сейчас сбрасывание в средней зоне. Выигрывают Юлбарсы уверенно. Смогут ли сейчас в этой зоне? Да, только что боролся за шайбу. И вот снова-снова Мусин. Нет, активно прессингует. Точный пас на синюю линию и... Ай-яй-яй, смотрите, смотрите, сейчас Эдуард Мусин что-то не поделил с 25-м номером команды Гагарина. защитник и... Ну, вечное... Вечное противостояние нападающего и защитника. Нападающий гол забить хочет, а защитник вратаря защитить в первую очередь. Ну, конечно, это очевидные вещи, но куда без них. Основа из основ. Так, ну что, опять сбрасывание у ворот команды Гагарин. ой-ой-ой-ой. Что-то сейчас 37-й номер. Ух, сильный бросок вышел. Алексей Красильников. Выпихивают с пятака 10-го номера Юлбарсов Гаркина, Леонида. Активное нападение у Юлбарсов сегодня. Вообще играть точно надо, сказать, активно. И видно, что хотят, хотят еще один гол. Как минимум три, наверное, не ограничится сегодня одним. Но это пока мои такие спешные прогнозы. Будем смотреть, как пойдет игра дальше. В любом случае, пока лидируем, точнее, казанские Юлбарсы лидируем. Я-то нигде не лидируем, мы просто комментируем матч, мы не предвзятые комментаторы. Мы объективно. Так, ну что, атака опять ворот Гагарин. Болится Леонид Гаркин за шайбу, но... Опа! Свисток. Как выловил эту шайбу на реман Волков. Да, да, сегодня довольно тяжело играть. Видно, чувствуется, что Волков сегодня прям в игре. Оно и понятно уже. Одна шайба пропущена, нужно компенсировать. Мне кажется, уже путинцев Руслан немножко подмерзает. Ну, будем верить, будем верить. Шайбу... Убивают, конечно, свое большинство. Была только что шайба, так. Перепасовки. А вот убежит ли? 73-й номер Камиль Сафин нападающий команды Гагарин. Передача. Ай-яй-яй. Снова пытаются атаковать, но... Расположились в зоне Юлбарсы. Хороший кистевой бросок такой, прям хлесткий получился. Хороший, но мимо пока, мимо. Нам бы поточнее немножечко. Ну, пока на высоте Риман Волков. Еще замена, да? Посмотрите. У Юлбарсов выходят... Короткими сменами играют, конечно. Ух ты! Еще один гол! Еще один гол! Прорвался, как по правому флангу. Вот это гол! Леонид Гаркин выходит на лед и как раз вот прям под этот гол и вышел. 2-0 Казанский Юлбарсы спереди по-прежнему. Гаркин Леонид забил гол нападающий первого звена. Я сказал, что он только что на лед вышел, а он уже гол забил. Вот молодец, да? А тем временем у нас уже идет последняя минута первого периода. Опять удаление у команды Гагарин за подножку. Да, совсем чуть-чуть остается полминуты играть и я думаю счет, наверное, не изменится. Уже 2-0 в первом периоде. А нет, ошибка вышла. Все-таки игрок команды Юлбарсы удалился. Это нападающий второго звена, номинально второго звена Гадельшин Богдан. Второе удаление уже за сегодняшний, за первый период у Юлбарсов. Нет, первое же удаление. В тот раз еще там был. Ну, может быть, и второе, может быть, и первое. В любом случае жаркий матч сегодня. Все. Отправляются команды на перерыв. 2-0. Казанские Юлбарсы лидируют. Ну, что ж, будем надеяться, что во втором периоде отыграется Гагарин. Попытается сравнять счет. Да, ведет команда 2-0. Первую шайбу забросил Кадыров Тимур и уже упрочил лидерство. Это Гаркин Леонид. Да. Да. Начинают в меньшинстве команда Юлбарсов. Путинцев Руслан по-прежнему на воротах казанского Юлбарса. Вот вышел четвертый игрок. В два защитника в два нападающих выступает команда Юлбарса в этом меньшинстве. Ну, давайте посмотрим, что нам второй период принесет. А тем временем еще две с половиной минуты играть Гагарина в большинстве. Ну, жестко, жестко, да. Вижу прям бой в сбрасывании, да? Будет вбрасывание в центральной зоне. Видимо, покинула шайба пределы площадки. Очередное вбрасывание за Юлбарсами. Но потеряли шайбу. Алексей Андрей Алексеев. Нападающий. Ну, пока вяленько, если честно, так вот откровенно сказать, пока вяленько, потому что... Уж бежит один на один и... Но! Но! Вратарь блестяще сыграл Нариман Волков в очередной раз. Ну, как в очередной? Два гола пропустил, теперь есть уже смысл не пропускать больше. А тем временем команда Гагарин пытается встать в позиционную атаку. Борется, борется за шайбу, но... На брос, на ворота... И снова... Ай-яй-яй-яй! Не смог зафиксировать с первого раза. Передача... Нет, нет, нет. Вот мои прогнозы-то сбылись. Не зря говорил, что Руслан Путинцев-то немножечко поотдыхал в втором периоде. Не получится, не получится по той же тактике-то. Команда Гагарин сейчас активно пытается Расположились в зоне. Удар! Щелчок мимо ворот. И контратака. Два в два. Убегут? Нет? Нет. Накрыли защитники. Накрыли защитники Валиулина Линара. Защитник убежал один на один практически. Интересно. Шайба у Гагарина. Будет? Отлично сыграл Путинцев. А тем временем играют команды в равных составах. Вышел удаленный ранее Гадельшин Богдан. Ну и Камиль Сафин 73 номер это нападающий команды Гагарин тоже в игре и пытается пытается конечно отыграться. Так сейчас синий синий линии наброс но нет это это гол это гол да что это гол в дальнюю девятку пустил который пустил 27 номер Тараимов Тимур защитник команды Гагарин и уже 2-1 Блин, вот тебе и путинцев, Руслан. Вот так вот не получается отдыхать. И совсем другая игра. Сейчас будет второй период. Нужно Гагарин отыгрываться, но насколько юлбарсы готовы ли позволить... Теперь игра нас ждет веселее. Это однозначно. Леонид Гаркин только что с шабой. Автор второго забитого гола. Мне кажется, или Гагарин все-таки активнее стали во втором периоде, нежели в первом? Куда деваться. Уже один гол забит. И хотят, конечно, сравнять счет. Потому что, я говорю, здесь выбора нет. Либо нужно отыгрываться, либо побеждать. Одно из двух. Одним нужно отыгрываться, другим опять увеличить отрыв в две шайбы. Я напомню, что матч, да, товарищеский, но в любом случае играем по-жесткому. Накал, накал, вы знаете. Так, опять будет сейчас производиться замена, да? На трибунах можно видеть даже болельщиков команды Гагарин в клубной джерси. Личные болельщики даже присутствуют на матче. Ванис Махамедзианов, вижу, защитник Гагарин вышел на лед. Перехватил передачу. Продолжение следует... Бежит в контратаку команда Гагарин. Шестая минута пошла и пока 2-1. Уже завершается даже в беже. Так, ну что ж. Шайба в зоне Юл Барсов. Падает игрок Гагарин. Активничает, активничает. Руслан Путинцев сегодня совсем даже не мерзнет уже сейчас во втором периоде. Уже и приходится из зоны ворот даже выходить, как мы видим. Активнее, конечно, активнее начали. Ну знаешь, мне кажется, они немножко Юл Барса расслабили. Сначала первый гол, второй гол. О, все, хорошо. И тут, на, получай первый. И сейчас уже вот уже надо играть. Сейчас нельзя отступать. И на заслугах первого периода во втором уже не получится. Надо все-таки не расслабляться. Будет бросать? Нет, делает передачу за ворота. Шайба за воротами. Нет, как закрыл зону защитник команды Гагарина. Опять в углу площадки. Перепасовка прорывается. И будет ли бросок? Будет. Ай-яй-яй. По-моему, попало в шлем. Да, что-то отскочило. Путинцеву Руслану. О, какой момент? Только не говори, что гол. Нет, нет, нет. Не пугай. Путинцев Руслан на месте. Ну, Руслан, молодец. Шпагатинь. Положил щиток, сделал все как нельзя хорошо. Дмитрий Артемьев, 76 номер, нападающий команда Юлбарса тоже здесь на льду. И сбрасывание так. А у Юлбарсов-то перемешали звенья? Мы здесь видим Леонида Гаркина. Гаркина видел, да. И Хабибуллина разили защитника номинально второй пары защитников. Гаркин сегодня отличился. Одна шайба уже на его счету. Ну, посмотрим, что будет дальше, потому что пока непонятно. Гораздо выше. Видно, да, что Гагарин пытается прессинговать, пытается забить хотя бы еще одну шайбу, но пока ничего не выходит. Молодцы все-таки. Юлбарсы собрались, собрались и не подпускают. Далеко, как вышел вратарь. Ой-ой-ой-ой. Но прямо на крюк Хабибуллину разили выдал передачу. Удаление? Опять удаление у команды Гагарин. Уже третья по счету. Убежал вратарь Руслан Путинцев. Ну и сразу же возвращается в свои ворота. Не удалось реализовать отложенное большинство. Не вижу. К сожалению, не видно отсюда какой-то номер. 73-й. Нам подсказывает. Это Сафин Камиль за задержку. Клюшка удаляется на... Малый штраф получает. И сбрасывание у ворот Волкова-Наримана. Да, Гагарин. Есть. Брасывание, конечно, за игроками в белой форме. Гагарин, Гагарин. Так, ну что будет дальше? Передача. Юлбарс тем временем в полном составе играют. Ох, как жестко сейчас. 80. Пятый номер. Рисовали 85-го номера. Егор Царев, нападающий команда Гагарин. Ну, смотри, Гагарин даже в меньшинстве пытается забрать шайбу и сразу убежать в контратаку. Продеваться куда надо, надо. Уже прошло полторы минуты большинства. Только что был с шайбой. И не удалось еще Юлбарсом ни разу расположиться в зоне. Не прошла какая-передача. Практически в упор мог расстреливать. И будет ли удар? Нет. Бросок не выдался. Бросок не точный. Вышел у нападающего команды Гагарин. Это, по-моему, Царев Егор был. И Ридмитрий Трошин, 92-й минут. Очередное удаление. Гагарин пытается... Будет ли бросок? Бросок есть. Борьба, борьба за шайбу. Использует отложенное большинство. Не отдают шайбу. Ну все. Шайба перехвачена игроками Гагарина. И 5 на 3 целую минуту будут играть команды. Двойное численное преимущество. Это... 33-й. Это Дмитрий Спиридонов удален. Да, 5 на 3. Да и... И 2-1. Напомню счет. Не самый лучший расклад сейчас для команды Гагарин. Но я думаю, что... Сложно им придется. И еще и у ворот. У нас через по синей линии перепасовываются защитники команды Юлбарсы. Покинула все-таки шайба пределы зоны команды Гагарин. Опять входить, опять располагаться. А тем временем уже через 30 секунд появится 4-й полевой игрок у игроков в белой форме. Камиль Саффин, да, совсем скоро, через полминута должен выйти. Налет. Но пока играем. Удар! Не точно. Вот он и Риман Волков немножко померничал. И снова Юлбарсы. И снова в атаку. Передача. Удар! Опять Волков щитками парирует этот бросок в синей линии. Сноу. Гол. Гол, гол, гол. 3-1. Ай, Юлбарсы, а? Ну, сегодня прям... Ну, здесь, да, здесь понятно. Здесь, конечно, чистая преимущество сыграло на руку и забросил. Выходит Камиль Саффин. 33-й номер? А, нет. Выходит Дмитрий Спиридонов. Поздравляют. Нет, еще пока Дмитрий Спиридонов не вышел. Еще полторы минуты. Поздравляю 33-й номер. Да. Защитник. Второй пары, второго звена забил. Разиль Хабибуллин. Да, 33-й номер команды Юлбарса. А вот 33-й номер команды Гагарин. Дмитрий Спиридонов пока еще... Смена вратаря происходит в команде Гагарин. Нариман Волков. Так, неужели сейчас выйдет запасной вратарь команды Гагарин? Интересно, он тоже под 78-м номером выступает. Ты уверен, что это другой вратарь может? То же самое просто. Вратарь достаточно колоритный. Мы можем видеть, что у него и ловушка, и блин зеленого цвета. Ага. Это не Нариман Волков, да? Это уже не Нариман Волков. Ну, сегодня, надо сказать, досталось Волкову. Это неплохо. Три пропущенные шайбы за меньше, чем полтора периода. И тренерский штаб решает сменить вратаря. Так, Гагарин атакует сегодня. Прямо сейчас атакует, атакует, но... Бросок. А мы, кстати, пропустили очень важный момент. А ворот это уже защищает не путинцев, Руслан, а Садри и Франис. Вот так вот. Не обратили на это внимание? Засмотрелись, засмотрелись на игру Волкова. На зеленые щитки, как ты говоришь. Но продолжается. 3-1, да, уже чуть-чуть, чуть меньше, наверное, 7 минут остается. 15-я минута второго периода. Больше, чем полпериода уже отыграно. Если взять результат только второго периода, у нас ничья получается 1-1. А если взять уже результат текущий, то 3-1 впереди команда Юл Барсов. Благодаря голам Хабибульна-Разиля, Хадырова-Тимура и Гаркина-Леонида. 44-й номер, да, замечательно. Или 40-й Константин Козырев. Команда Гагарин. Ну, ничего, я так скажу, неплохая, неплохая игра, неплохой матч. Пока так, уже прессуют, прессуют вратаря. Уже эмоции, эмоции у тех, и у тех. Одни хотят увесить свое преимущество, а другим, главное, не пропустить. Посмотрите, как Садриев настраивается вратарь команды Юл Барса. Засмотрелись, не успели мы, не заметили смену вратаря в команде Юл Барсов. Ну, и по-прежнему такая ожесточенная игра сейчас в районе. Убежит, нет, два в одного могут убегать. Контратака такая хорошая. Сильную передачу. Не успевал там нападающий команды Гагарина. Царев Егор. Передача. Ну, надо, знаешь, надо еще пробить, я считаю. Надо сделать хороший бросок и четвертый. Уж надо, куда без этого. Давайте, ребята. Раз уж начали играть, так надо продолжать и громить, громить, чтобы прям хороший хоккей сегодня был здесь, в Зеланде. Или отыгрываться. Для кого? Или да, или давай, Гагарин, да, соберется. Итак, мы видим жесткий, ох ты, ох ты, будет удар. Нет, бросок. Хитро. Ой, бросок. Все еще у Гагарина и... Гол! Три-два. Забивает 92-й номер команды Гагарина. Это Дмитрий Трошин, да? Вот тебе раз. Не успели, конечно, замешкались защитники команды Юл Барсов. Не помогла настройка, смотри, его. Ранису, но... Три-два. Ранису, да. С Андрееву, прошу прощения, но... Будем надеяться, будем надеяться. Пока уже интересно, становится интересно, знаете, второй период. Разрыв в один гол всегда интересный. Команда будет играть с максимальной отдачей. Любоваться этой игрой. Снова сбрасывание и... Перетача. Ох, как силовый прием. Альберт Минахметов борется, борется нападающая команда Гагарина за шайбу, но пока... Ничего, ничего, ничего конкретно не получается. И что, что мы видим? Как прорывается. Ну, придержали, как мне показалось, клюшечку. Придержали у 16-го номера. Судья молчит. Судья ничего не видел. Все в порядке. Так. Прессует, прессует. Ой-ой-ой, какая борьба за шайбу сейчас. Борьба на каждом сантиметре площадки. Никто не хочет уступать. Хоть номинально-то играет... Поп-поп-поп. Показывает судья, что можно играть. Было нарушение? Не было, не было нарушение. А вот сейчас было, мне кажется, нет? Судья не поднимает руку, значит, считает, что все было по правилам. Значит, игрокам остается только продолжать игру. С разворота как бросал. И с неудобной. Какая толчья на пятаке команды Гагарин. Так, ну что, да, пока так. Хорош хоккей показывает. 3-2, 3-2, да, заставляет понервничать сегодня и команда Гагарина, и... Йолбарсы не отстают сегодня. Начали-то красиво, а что-то сдают, сдают. Второй период, может быть, уже подустали немножечко. Мы сейчас посмотрим. Или наоборот Гагарины активизировались. Что-то такое есть. Но пока сейчас будет очередное сбрасывание у ворот Йолбарсов. И... Честно говоря, я уже переживаю, что будет дальше, потому что... Исход сегодняшнего матча вообще неизвестен. Сначала мне казалось, что... Можно делать прогнозы, но, увы. Выходит из ворот Садриф Ренис. Сейчас. Да, 25-й номер. Почему у Гагарина на... Не заметили мы. 25-й номер был удален у Гагарина. За толчок клюшкой. Это Марат Нуреев, да. Защитник команды Гагарин. Просит передачу на синей линии. 33-й номер. Это... Хабибуллин-Разиль. Один гол защитник забил. Видимо, хочет еще. Очередные замены, что ли, нас ждут, как я понимаю. Смена пятерки. Ну что ж, давайте посмотрим. Меняются звенья. Поможет ли это команде Гагарин отыграться? Пока она в меньшинстве. Вижу капитана Салиева Дамира. В зоне команды Гагарина. В углу площадки придерживает шайбу. Диагональная какая-то передача. Бросок прям... Прямо с пятачка расстреливал. 25-й номер. Это Валиулин-Ленар. Одна минута остается до появления на льду Марата Нуреева. Ну а пока Гагарин в меньшинстве. Пока обороняется. Это уж какое. Пятое? Меньшинство у команды. В белой форме. Ну вот да. Активные действиями заставляют фалить сегодня игроки Юл Барсов. Вот капитан команды Салиев Дамир с шайбой. Ох, как выводил хорошо прям под чужую синюю давал передач. Прям в стиле Фетисова, можно сказать. Есть шайба у Юл Барсов. Сигнализирует Садриев Ренис. Так, 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 так. О том, что выходит сейчас пятый полевой у Гагарина. Выходит, выходит Марат Нуреев. Все в полном, в полных составах команды. Неспешно так входит в зону. Ну и 3-2. Практически все. Уже последняя минута пошла второго периода. Не практически уже, пошла все, последняя. Второго периода матча, ну, не знаю. Ну, интересный период. Уже гораздо интереснее, нежели это было в первом. Что будет дальше, надо посмотреть. Будем считать, что первый период у них такой раскаточный получился. Опа, оп, нет, нет. Чуть-чуть, чуть-чуть. Стреляют, как на... И контратака. Нет, накрыли. Нет, не получилось. Ну и время, время, время. Время, последние секунды уже... Бросок такой сейчас был опасный. Как высоко получилось. Перед воротами толчья. Нет, все. Все, второй период окончен. 3-2. Казанский елбар селегирует. Две шайбы забросили игроки Гагарина. Да, неплохо отыгрываются. И еще пока... Это не конец, еще надо заметить. Будем надеяться, что они все самое сладкое, хорошее оставили на третий период. Конечно. Первой пятеркой выходит. Команда Юл Барсов. Взбрасывание. 22 номер от команды Гагарина. Это у нас... А вот команда Гагарин все-таки мешает, миксует звенья. Ну а как, надо-надо что-то делать, потому что запутываются, запутаются соперника. Пытаются найти идеально. Прям ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. В зоне вратаря сейчас команда Гагарин немножко поиграли. Пошевели ее. О, это удаление. Это, конечно, видно удаление. Но судья молчит. Нет, у судьи рука поднята. Нет, поднята. Все отлично. Очередное удаление в команде Гагарин. Мне показалось за подножку. Что покажет судья? Или атака игрока, не владеющего шайбой была. Сейчас сбрасываю. Нет, удаления не будет, как я понял. Нет, удаления. Все уже. Оштрафованный игрок занял свое место. Но пока да. А, видим, видим. 77 номер. Елкварсов уходит. Это Марат Хафизов, нападающий. Так, нападение... Вбрасывание в зоне команды Гагарина. Именно их игрок провинился. Альберкин Ахметов участвовал. 85 номер. Но пока снова-снова атакуем. А удален Егор Царев, 85 номер. Нападающий команды Гагарин. Неспешно так раскатывают шайбу игроки в синих Джерси. Доверного хотят разыграть. Нету щелчков с синей линии. Нету каких-то индивидуальных проходов. Пытаются все благодаря пасу. Доверного. Я вижу Дмитрия Леонтьева на льду. Защитник команды Гагарин. Пятый номер. Свисток арбитра. Нарушение численного состава. Еще у Гагарина удаление. Команды Гагарина это... Первый номер. А кто у нас под первым номером? Ну это командный штраф. Отбывает номер 73. 73, да. Сафин Камиль отбывает. Да, командный штраф. Нарушение численного состава. Не доглядели. Вышли. Или просто забыли про свое удаление. А ситуация повторяется. Опять играем в меньшинстве. Опять 5 на 3. Двойное большинство для команды Юлбарсов. Принесет ли это Юлбарсам еще один гол или нет? Давайте посмотрим. Это мы узнаем в течение ближайших двух минут. Сможет ли что-то выжать из этого большинства или нет? А я опасно сыграли сейчас щиток. В корпус. Все в корпус. 15 номер. Юлбарсов 15 номер. 15 номер Юлбарсов? Это Тимур Кадеров нападающий. Это автор второй шайбы в сегодняшнем матче. Между прочим, на минуточку. Разыгрывают как. Будет ли удар? Удар. Нет. На месте, вратарь. На месте. Какой-то нетипичный проход для большинства. 5 на 3. Один на один выскочил игрок команды Юлбарсов. Надо тогда пользоваться преимуществом. Надо прессовать. Будет ли бросок? Ищет подставление. И мимо подставил. Сразу накрыли 37 номер команды Гагарин. Это Красильников Алексей. Защитник первой пятерки. Номинальной первой пятерки. В третьем периоде эта номинальность не несет уже никакой нагрузки. Все звенья перемиксовались. Утрошено. Нет. Пока ничего из этого не выходит. Так, снова замена. Хорошее движение показывают команды. Сигнализирует вратарь команды Юлбарсов. Ну что, Егор Царев. В скором выходе. Сейчас выходит. Уже практически вышел. Егор Царев. Ранее наказанный. И у нас пока... А тем временем меньше минуты осталось. До появления команды в полном составе Гагарин. А пока взбрасывание. У ворот Гагарин. Передача. Ну, бросок. Давай. Нет, нет, нет. Не получается, не получается. Пока хорошую нейтрализацию численного неравенства показывает команда. Тимураимов не дает, не дает. Защитник. Команда Гагарин не дает дойти шайбу до ворот. Очередной вбрасывание за командой Юлбарсов. Щелчок синий неточный. Перевод на левый фланг. Шайба покинула пределы. А тем временем команда Гагарин у нас уже в полном составе. Наконец-то появляется налет. 70. Ничего особо не дают сделать Гагарин. Сайфин появляется в большинстве Юлбарсом. Хорошо поставлена у них игра в неравных составах. А вот сейчас я вам скажу, в третьем периоде уже что-то подустали. Уже не так ярко пока. Не такие яркие атаки. И не так активно пока играют. Видимо... Но все еще впереди, мне кажется. Вот выходит бросок. Но не точный. Мирсахан. С шайбой, но... Тимур Аимов. Но борются, борются, но не получается. А вот сейчас уже Юлбарсов пытаются провести атаку, но... Но на месте вратарь Садри и Фринис. Забирает в ловушку шайбу, да? Опять замена. Опять замена. Ну что ж такое-то? Не успеешь привыкнуть к игрокам... А они уже заменяются. Ну и ладно. В этом тоже есть смысл. Короткими сменами играют. Не дают, не дают уставать. А тем временем у Юлбарсов-то удаление. 69-й номер наказан. Это у нас защитник второго звена. Дмитрий зацепен, да. Зацепен Дмитрий. И снова пытаются... Прорываются как прям по центру. Защитник, как говорят. Но пока ничего не получается из этого. Шайбой Спиридонов-Дмитрий. За воротами. Будет ли набрасыватель сам будет бить? Ух, выбрасывает уверенно шайбу обороняющийся игрок команды Юлбарсов. Проброса нет. Пятерка Гагарина. Это у нас Адаму не восстановили. Нет, почему это Дмитрий Иосиф? Бросок и... На месте Садриев. Добивание не дают добить. На месте. Плечом останавливает шайбу. А летел это ведь хорошо. Прям прицельно в девятку бросал нападающий команды Гагарин. А тем временем уже 8 минут третьего периода сыграно. Андрей Алексеев встает на сбрасывание от Гагарина. Команда и... И нет, все равно... Ну, сохраняют шайбу в зоне. Расположились. Встали в позиционную атаку. На синюю, на 55-го номера. Это Фанис Мухамедзианов, 55-й защитник. Он один... Он такой один. Не дает выйти шайбе за пределы зоны, чтобы офсайда не было. И... Приближаемся к воротам. Контратака. Это... Нет, нейтрализованная это контратака. Не смогли ничего выжать. Игроки в синих свитерах. Ленар Балевулин, защитник, 25-й номер. Юл Парсов. Пытался бороться за шайбу, но... Точно во вратаря попадает игрок команды Гагарин. Тем не менее, полминутки остается до возвращения пятого полевого игрока. У Юл Парсов это Дмитрий Зацепин. Сейчас защитник выйдет на лед. А играть осталось 14 минут. Да, третий период. 3-2 пока казанские Юл Парсы лидируют. Но это пока, я вам скажу, ничего не значит. Мы сегодня уже в этом убедились. Потому что Юл Парсов вели в две шайбы. Чего-то как-то подрасслабляются. Неточная передача, неточная. Просто выбрасывает шайбы из своей зоны. Команда Юл Парсов играет в полном составе. Не удалось ничего сделать. Команде Гагарин в этом розыгрыше большинства. И снова, и снова шайба обыграет. Один в один. На скорости уходит. Но что будет делать? Нет, за ворота уезжает. Отдает передачу на синюю линию. Это 14 номер. Салиевдомир. Семьдесят седьмой номер был у Юл Парсов. Но продолжаем. Не знаю. Пока вот с шайбой Гагарин. И передача через судью практически. Перебросили, но ничего. Не дает уйти на проброс. Или судья показал, что можно играть. И вратарь команды не стал рисковать. Ух, как далеко выбросил шайбу вратарь команды Казанского федерального университета. Богдан Гадельшин, нападающий на 4 номер сегодня. Тоже здесь на льду. Сейчас будем, будем играть. Я надеюсь, что хотя бы еще, хотя бы гол-то нужен. Давайте посмотрим, чей будет гол. И, и, но, но. Опасно, но. 3 в 3. Забирает шайбу 25 номер. Это Нурьев Марат, защитник команды Гагарин. Ну, Гагарин надо что-то придумывать уже. Все-таки они проиграют. Илбарсы с шайбой. Точного вратаря. Вот нет, не дают, не дают. Выталкивают. Выталкивают. 21 номер это Мусин Эдуард. Нападающий команды Илбарсы. Очередная замена. И очередное вбрасывание. Так. Выигрывает вбрасывание 22 номер команды Гагарин. Это Андрей Алексеев. Да, Алексеев. Ну, знаешь, по сравнению с первым периодом, все равно чувствуется, чувствуется. Да, интересненько. И уже такой, если там еще пока примерялись, что-то туда-сюда, переброс шайбой, сейчас уже прям точно старается не делать ошибок. Да, потому что и времени осталось мало. И тут уже очевидно, либо сейчас Илбарсы выигрывает, либо будет, ну, я не знаю, будет ли овертайм, если сравняет Гагарин. Посмотрим. Уже здесь классическая игра плей-офф. Игра до одного гола у нас идет. Если забьет Илбарсы, то будет очень-очень сложно отыграться команде Гагарина меньше, чем за 10 минут. А если уже забьет Гагарин, то нас ждет... Кадыров, Кадыров. Нет. Теряет шайбу Кадыров. Ай-яй-яй. Что там делать? Хорошо. Хорошо. Удаление. Удаление в атаке. Не совсем, конечно, нужная вещь. Удаление в атаке. Как мне показалось, опять подножка. И снова замена. Меняем, меняем игроков. Трошин Дмитрий наказан. Пока непонятно, но... Дмитрий Трошин наказан. Дмитрий Трошин. Фулл в атаке. Козыров пытается... Опять активно разыгрывают... Студенты шайбу в чужой зоне. Выпустили. Теперь все начинать заново. Входить, расстанавливаться. Прорывается в угол, посылает шайбу. Первый на ней, конечно же, игрок Кандуил Барсов. Это... Гаркин Леонид. Марат Хафизов, нападающий, 70-й номер, сделал передачу. Ну, не совсем точно, но... Не успевал там Гаркин Леонид, конечно. Но ничего, ничего, мы будем стараться. Так, и снова Хафизов. Нет, нет, нет. Так, пошло нападение, ну-ка. На скорости, как входит в зону. Ой-ой-ой, опасно сейчас. Но ничего. Удастся ли сейчас? Хафизов с шайбой. Нет, нет, нет. Патератайка. Ну, неплохо, неплохо. Неплохо скорится Марат. Несмотря на падающий... Что уже близится конец у нас третьего периода, все равно. Скорости показывают команды хорошие. Хоккей показывает качественно. Удар! Выше ворот. Выше, выше. Выше. Все выше и выше, но это не в нашем случае. В нашем случае надо быть точнее. Ну, надо хотя бы уже, вот прям точно еще четвертый, и все. Тогда можно немножко расслабиться. Ну, или третью и напрягаться уже всем. Или уже Гагарин должен что-то изменить. Уже, да, придется понапрягаться всем. Старается прессовать Леонида Гаркина, нападающего Юлбарсов. Ну, и правильно, можно попрессовать за один гол, который пропустили. На синей линии. Мороца. Как опасно играть, клюшки вверх, прям посмотреть. Опа-опа, нет-нет, конфликта не будет. Все нормально. Это Марат Нуреев. Успевает все-таки Салиев. Дамир, капитан команды Юлбарсов за этой шайбой. Как-то так подловили на сменке команду. Все в атаку, что ли, убежали? И что мы... Бросок. Бросок с разворота и... Ух, какой удар прям. Шайба у вратаря. Полминутки остается до возвращения... Удаленного Дмитрия Трошина. Нападающего команда Гагарина. И мы надеемся, что с появлением Трошина начнется иная игра хотя бы. Но нужен гол, нужен. И Гагарину нужен гол. И Казанскому Юлбарсу, конечно же, тоже. Удар! Нет. Ну и все-таки нам хочется посмотреть. Нам хочется. Да, красивый хакинус. В стиле зрителями. Здесь в Зеланте обязательно. Идоба арена. И трибуны поутихли как-то. Напряглись, я смотрю. Прямо сидят. Завороженно смотрят матч. И снова, и снова. Шайба опять в ловушке у вратаря. Будет очередное вбрасывание у ворот команды в белой форме. Находится рядом. Защитник Югагарина. И Фанис Мухамедзианов также защитник команды Гагарина. Вбрасывание у ворот Гагарина. Ну что, что, что? Третья пятерка вышла у Юл Барсов. Как мне показалось. Третья. Видим. Видим Швецова Кирилла. И Тимура Кадырова. Вот он сейчас с шайбой. Кадыров Шайбина. Автор одной из шайб в сегодняшнем матче. Два нападающих. Камиль Вафин, 67-й. Тимур Кадыров, 15-й. И пока... Пока играем так. Ну вот, как я только сказал, что затихли болельщики. Болельщики стали себя проявлять. Оживляться. И правильно делают. Пора, пора. Потому что уже на исходе-то все. Пошла 19-я минута. Чуть меньше пяти минут игрового времени осталось. Ну, хочется верить, конечно, что 3-2 останется. Чего же там скрывать-то мою предвзятость, да? Но хочется. Но не знаю. Посмотрим. Не отстает Гагарин. И не уступает ни в чем. Опа. Сейчас красиво верхом. Но нет. Обе команды опытные, обе команды титулованные, как вначале мы сказали. Да. Поэтому за эти пять минут точно никому не придется скучать. А, есть у нас и, конечно же, Леонид Гаркин, еще третий нападающий, 10-й номер. Но, 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 но... Не попал по ш... Нет, Гагарин. Как выцарапал эту шайбу. Красиво, но мимо. Скажу я так. Уходит один на один и... И... Не... Да неужели? Да неужели? Да нет, подожди. Не может быть. Это не гол. Это не гол. Успокоимся. Это очень качественно сыграл Сандри Фриднис. Да, он... Он не даст, он не допустит, мы верим. Сделал все хорошо, не стал опускать щитки. Очередное сбрасывание в ворот Юлпарсов. Выигрывает вбрасывание непонятно, кто выиграл. Перепасовывается команда Гагарин. Бросок неточный. Да, Мирсалеев защитник. Бил Барсов. Убежит. Но, бросок! Бросок попадает, по-моему, в защитника. 44-й номер, это Бегтимиров Рафаэль. На помощь выходит и Марат Хафизов, но пока безрезультатно. Промутки голевая засуха у нас в третьем периоде. В первом забросили две. Будем держать. Во втором три. А в этом пока ни одной, но еще играть две с половиной минуты. 21-й, Эдуард Мусин, нападающий, будем надеяться. Подыграл себе рукой. Ай-яй-яй, Мусин. 21-й номер. Да, это Эдуард Мусин. Ну, а судья, все, все в пределах нормы, так. Ну, он же подыграл себе. За ворот отправляет Шайбу. Ох, как щас. Старается прессовать, прессовать. А тем временем у нас осталось ровно две минуты до конца третьего периода. Пока не будем говорить до конца матча. Пока до конца третьего периода. Вот тебе и раз. Вот и раз. Вот и вот и вот. Я даже не успел... Ай-яй. Не успел с этой Шайбой. С острова угла, как мне показалось, бросал 21-й номер. Это Мусин Эдуард. По крайней мере, его поздравляют. Вот тебе и Мусин. Везде успел. Он в защите отработал. Сам себе подыграл, сам забил. Подыграл, сам забил. 4-2, Йолбарцы. Молодцы. Казанские Йолбарцы впереди. Ну, я здесь не знаю, получится ли у Гагаряна сейчас за буквально там, ну, полторы минутки, грубо говоря, отыграться. Ну, в хоккее бывает все. Бывает. И у Гагаряна бывает все, потому что не сдаются игроки. В том, что они не сдадутся. Еще бросок будет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. С внешней стороны. Вот сейчас напряженно пошло. Напряженная игра. Так. Борется за шайбу. Интересно, будут Гагарин менять вратаря на шестого полевого? Или будут в пять игроков пытаться, а уже осталось играть чуть больше минуты. Минута 15. И Богдан Гадельшин тоже пытается. Можно ли сказать, что этим голом Усин Эдуард подвел черту в этом матче? Сейчас вот Кирилл Швецов тоже на льду посмотрим. Может быть, пятый забьет. Кто знает. Но пока вот опять снова все в районе ворот команды в белой форме. Гагарин, Гагарин. Ну, нет, пока-пока. Ну, значит, все. Последняя минута пошла. Либо так, либо уж все. Либо победа. А в любом случае победа, друзья. У Казанского Юлбарса, я думаю, вряд ли здесь что-то изменится. Ну да, можно же сказать, что осталось 40 секунд именно до конца матча, а не третьего периода. Можно, конечно, верить в чудеса, но прямо на две шайбы, я думаю, вряд ли. Но по игре, конечно, здесь Юлбарсы не дают ничего сделать. Что будет? Опа! А, вот сейчас уже что-то интересное. Попала шайба. 75-й, да? 70. Или 76-й. 76-й, скорее всего. Артемьев. Дмитрий Артемьев. Дмитрий Артемьев. Так больно прям шайба прилетела. Да? Поменяли вратаря на 6-го полевого. Осталось играть 27 секунд осталось в третьем периоде. Ну и, скорее всего, в матче. Ну, мало ли что. Ну, давайте уже не дадим, потому что, ну, надо, надо. Одержать красивый матч до конца. Надо стараться, бороться. Ну, что там? 4-2. Это уже неплохо. Смогут ли забить в пустые? Главный, наверное, вопрос в данный момент. Борются, борются в воротах и... Борьба и что там? Непонятно, непонятно ничего. Столпились игроки. Дальше, конечно, не товарищеские страсти разгораются и толкаются. Ну, знаешь, ну что тут осталось? Ну, 11 секунд. Я бы остановил уже. Хотя, чудеса. Я бы, давайте остановим. Но нет, нет, судья неумолимый. Очередное сбрасывание. Разыграли. И бросок неточный. Я попал, по-моему, в защиту. И неудобный как. Но прямо во вратаря. Большинство ударов Гагарина прямо во вратаря. 3 секунды остается. Ну, что за 3 секунды? Все, пора поздравлять или... Пора поздравлять, да? Своеобразный подарок на 215-летие Казахского федерального университета. Спасибо за прекрасный, мне кажется, матч. Прекрасный хоккей, да? Но мы, смотри, все-таки хотят разыграть. Хотят. Хотят до конца. Ну, давайте посмотрим. Протокол есть протокол. Надо все поправить. И личную статистику никто не отменял. И... Все, свисток. Все, свисток. КФУ! С днем рождения еще раз югилеем. 215-летие. Вот такая вот игра сегодня. Вот такой матч. И казанские юлбарсы лидируют. Празднуют победу в этом матче. 4-2. 4-2. Надеюсь, вам понравилось. 4-2 итоговый матч. Не знаю, как наше телезрите, а мне явно понравилось. Да, заставили понервничать, надо сказать. Хороший матч. Мы, конечно, поздравляем нашу команду. Казанские юлбарсы с победой. Ну, и, знаешь... Ну, и не забываем про... И команда Гагарина надо, да, тоже поздравить с хорошей игрой, с хорошей... Ну, пусть будет в этот раз защитой, но старались и сделали все, что могли. Бились до последнего. Да. И Нариману Волкову надо вспомнить прекрасный вратарь команды Гагарина. Первый период. Как держал ворота. Ну, и наш Руслан Путинцев, конечно же, тоже молодец. Ну, и Руслан Путинцев и с Андреев Ренис все-таки. Молодцы, молодцы. Все сегодня сыграли хорошо. Сейчас еще будет торжественное слово и, скорее всего, закрытие этого матча. Ну, давайте, да. Переведем по... Проректор по социальной и воспитательной работе Казанского федерального университета Ариф Магеддинович Межвидилов. Руководитель проекта «Профкарта» Казанского федерального университета Ильнур Хазипов. Директор Дирекции по развитию партнерских проектов розничного бизнеса ПАО «Аквартсбан» Денис Андреевич Клаковов. И, наконец, заведующий общеуниверситетской кафедрой физического воспитания и спорта Владимир Георгиевич Двоеносов. Добрый вечер, уважаемые болельщики, уважаемые команды. Спасибо, что вы продемонстрировали такой красивый, открытый хоккей на уровне команд КХЛ и даже НХЛ. Я был прекрасно удивлен тем мастерством, которым вы обладаете. От лица Казанского Аквартсбанка желаю Институту Казанскому федеральному университету в развитие побед, долгих лет существований, а также новых выпускников, тех, с которыми ВУЗ пойдет дальше в жизнь и будет гордиться этими учениками. Хотелось бы поздравить отдельно команду с победой и вручить сертификат на новую форму. Мы предоставляем, конечно же, ответное слово капитану команде Казанский Елбарса Дамиру Салиеву ваши аплодисменты, дорогие друзья. Во-первых, всем здравствуйте, спасибо, что пришли. Спасибо нашим соперникам, команде Гагарин, нашим друзьям, руководству университета за то, что организовали нам такой праздник. И представителю Аквартсбанка отдельное спасибо представителю Денису Андреевичу за то, что вручили нам сертификат на форму. На эту форму мы собираемся купить майки на сезон и хотелось бы попросить, чтобы вы нам разрешили нанести логотип Аквартсбанка на наши майки, чтобы дружба между университетом и Аквартсбанком достала все больше и больше. Спасибо. Наши аплодисменты! Капитан команды Казанский Елбарсы Дамир Салиев очень просит фотографию на память капитан команды. Капитан Салиев Дамир сказал также торжественное слово. Ну и заслуженно получил, надо сказать. Правильно? Игра была неплохой. Очень даже хорош. Очень даже. Порадовало. Благодарственным письмом награждаются тренеры команды Татарстан Евгения Михайловна и Эльмира Взуновна. И, конечно же, вся команда. Мы приглашаем ее членов в Тиляру Зарипову, Юлию Зобнину и Ассорову Мадину. А трибуны продолжают аплодировать. Шуму, шуму и совсем чуть-чуть осталось. Да, награждаются дипломами. Конечно же, памятным сладким подарком. Я бы от такого не отказался, знаешь. Никто бы не отказался от такого подарка. Да, мне кажется, особенно на трибунах. Ну что ж, это происходит все, конечно же, с общей фотографией на память. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Команда Татарстан. Она награжает не только хоккеистов, но и фигуристок, которые перед матчем устроили такое заводное шоу. Ну, завели так завели, надо сказать. Действительно, неплохо. Я бы такой тортик тоже поел. Большой, хороший. Главное, вкусный, наверное. Вот они, памятные статуэтки в честь сегодняшнего события. Памятные статуэтки получают капитаны команд. Это Дубков Максим, 69-й номер в команде Гагарин. И 14-й номер Салиев Дамир, защитник Казанских Барсов сборной команды Казанского Федерального Университета. Победителю еще сегодня скрывать сегодняшнего матча на команду по торту и по памятной статуэтке. Главное сейчас его довести, этот торт нормально. Главное не уронить. Да, выражаю славу, благодарности болельщикам. Сегодня очень многое собралось на этот матч. Достаточно, да, и создавали настроение этого матча сегодня определенное. Не просто так отсиживались, они были действительно шестым полевым. Полноценным игроком. Полноценным игроком каждой команды. Там можно видеть как болельщиков команды Гагарин, так и болельщиков Юл Барсов. Ну что, Даниил, что скажешь, как тебе? Мне игра очень понравилась. Я вот пока тоже пока... Вначале мне показалось, что будет, ну как-то так. Товарищеская игра. Как-то собрались, поиграли, а потом дали хорошую игру. Но нет. И в третьем периоде показал неплохую игру. Ну что? Сейчас заканчивается игра, фотографирование. С вами... Да, давайте сюда будем потихонечку завершать. Прощаться будем. Артем Князев с вами был. И Данил Куснудинов. До скорых встреч. Спасибо большое за внимание. За хороший хоккей, за Казанский Юл Барсов. Всем хоккей. Субтитры подогнал «Симон»!